Всем привет! Продолжаем рассматривать работы художников Рафаэль Кирхнер, австрийский художник, который в основном специализировался на портретах, иллюстратор наиболее известных благодаря арт-нуво и ранним работам в стиле пинап, особенно в формате открыток. Его работы послужили источником вдохновения для перуанского художника Альберта Вергаса, который сделал карьеру в Соединенных Штатах в кино и индустрии мужских журналов. Я пользуюсь переводной Википедией. Кирхнер родился в 1876 году в Вене, учился в Венской академии изящных искусств, затем переехал в Париж в 1900 году, делал иллюстрации для журнала Лавье Парисенне. В 1914 разразилась Первая мировая война, Киршнер переехал в Соединенные Штаты, жил в Нью-Йорке до своей смерти в 1917 году. За свою жизнь написал более тысячи опубликованных картин и рисунков, в основном в виде открыток с картинками. Его востоковедная серия Гейши была одна из самых популярных. Было продано более 40 тысяч открыток. Сериал является ярким примером влияние западного арт-ноуо и японского искусства в периоду Мэйдзи и Тайсё. За свою непродолжительную карьеру он скончался в возрасте 41 года, а пеницита издал около тысячи почтовых карточек. Тираж, к примеру, серии Гейши превысил 40 тысяч экземпляров, как я сказал. Жил и работал в Вене, Париже, Лондоне и Нью-Йорке. Творчество он рисовал вместе с такими художниками, как Альфонс Муха, многие из которых находились под влиянием работ британского художника Обри Бёрдсли. В то время как Муха специализировался в основном на изготовлении плакатов и афиш, Кирхнер сконцентрировал свое внимание на иллюстрации для открыток. Он является самым известным иллюстратором открыток «Гламур» с изображением дерзких молодых женщин, которые были очень популярны, особенно среди солдат, в войсках во время Второй мировой войны. Особую известность получил его цикл портретов танцовщиц Зигфельда, написанных им в 1616 году. Примечательным является тот факт, что его музой и вдохновительной была Нина, его собственная жена. Очень четко прослеживается на больших работ Рафаэля Кирхнина один и тот же образ. Это и есть Нина. Его жена Нина после его смерти пыталась покончить жизнь самоубийством, а затем лишилась рассудка в результате чрезмерного употребления наркотиков. Также он создавал эскизы костюмов для театральных мюзиклов. Перуанский художник Альберто Вергос упомянул Киршнера как оказавшего влияние и был известен своими картинами красивых женщин в родственном стиле. Он рисовал для постеров к фильмам, а позже для иллюстрации в мужских журналах. Устойчивое влияние Киршнера на жанр пин-ап все еще было признано в период расцвета пин-апа во время Второй мировой войны. Киршнер также создал небольшое количество скульптур, которые были сфотографированы для открыток. Как я уже сказал, он умер 2 августа 1917 года в Нью-Йорке, Америка. Все вот так вкратце о Рафаэле Киршнере, австрийскому художнику, в основном портретистом, иллюстратором, наиболее известным благодаря арт-нуво и ранними работами в стиле пин-ап, особенно в формате открыток. Пока-пока, до свидания.